Как думаешь, бой Салаха Межиева и Адама Шахидова? Кто бы выиграл? Думаешь, ACA собрали бы и... Pay-per-view? Ас-саляму алейкум, ар-а-мат-аллах, из Ахмад Юрта. Ас-саляму алейкум, ар-а-мат-аллах, мы любим и ценим тебя, просто этот чабан еще не понял, что мы за тебя. Баракаллаху алейкум, братья из Ахмад Юрта. Как ты относишься к Саже Умалатовой? Она смелая женщина, не побоялась публично выступить против Горби. Привет. Горби это Горбачев? У меня негативное отношение к Саже Умалатовой. Какой бы смелой женщиной она и была. Она была коммунисткой, и те речи, которые она толкала, это нечто отвратительное, конечно. Здравствуйте, Тумсо. Скажите, как вы относитесь к публикациям Елены Милашиной о Чечне, и не кажется вам, что она со временем может разделить судьбу Анны Политковской? Иван Воронин, мы, конечно, понимаем, что такая опасность существует на Елены Милашиной. Она, по сути, является таким личным даже врагом для Кадырова. Я уверен, что он ее ненавидит. И такая опасность, конечно, существует, и мы ей этого не желаем ни в коем случае. Ей нужно быть максимально осторожной. Отношения в основном она пишет очень профессионально и правдиво в основном. Но при этом у нее, конечно, тоже бывают какие-то ошибки в ее публикациях, где-то даже грубые. Но я думаю, в целом ее профессионализм, как бы, вне сомнений, она пишет круто. И она реально владеет информацией, которая в Чечне очень хорошо. То есть те ошибки, о которых я говорю, которые она совершает, это не из-за ее профессионализма. То есть нет проблем в ее профессионализме. Она может совершить ошибку из-за неправильной информированности, из-за того, что не до конца она, возможно, понимает какие-то нюансы внутри Чеченской республики или внутри Чеченского общества. То есть в этом плане у нее могут быть какие-то ошибки. Но статьи, конечно, у нее крутые. Поэтому они и очень болезненны для Кадырова и для всей его власти. Поэтому они очень остро на это все реагируют. Как думаешь, бой Салаха Межиева и Адама Шахидова? Кто бы выиграл? Думаешь, ACA собрали бы и Pay-Per-View? Как говорят, побеждает дружба, победила бы дружба. Я думаю, что в их случае победила бы заблуждение, победила бы нововведение. Беда. Ересь победила бы в этом бою. Тумсо, пожалуйста, критикуй тех людей, которые позорят наш народ, выступая на этих блогерских боях. Кадыров специально поддерживает этих людей, чтобы они позорили наш народ. Что это за блогерские бои? О чем идет речь? Ты, наверное, имеешь в виду всякие ММА, которые появились, в которых может выступать любой непрофессионал. Про это ты говоришь. А в чем позорит народ? Типа обычный ММАшник профессиональный не позорит, а непрофессиональный позорит? В чем здесь разница? Просто дай мне направление своей мысли, чтобы я ее понял. И, может быть, я тогда ее поддержу и, как ты говоришь, обращусь к Адырову. Просто я не совсем понимаю разницу, в чем, допустим, отличие любого профессионального бойца, скажем, этого же Чимаева, от непрофессионального, который выступает где-нибудь на битву за хайп или что там, как это называется. В чем их разница? Почему один позорит, а другой не позорит? Дай мне хотя бы три отличия. Если бы ты посмотрел это шоу, ты бы понял меня. Ну, тогда извини, Андрей, Андрей. Я, конечно, не смотрю эти шоу. И нет желания, честно говоря, смотреть. Но какие-то отрывки, какие-то моменты я в любом случае вижу. Но разницы я все равно не понял. Чем отличаются профессиональные бои от подобных? Позорит не его поведение, а то, что один такой дебил проиграл русскому. А в чем позорно? Проиграть русскому это позорно? Я не могу понять, что происходит. Ну, это спорт, это бои. Там кто-то... Ну, ты не всегда там выигрываешь. Бывает, что проигрываешь. Если проиграл это что, позор? Теперь ты опозорил народ, что ли? Тогда давайте ко всем так же относиться. А тот, кто в UFC, в профессиональных боях проиграл, допустим, испанцу, он опозорил народ или нет? Вот. Как это работает? Дайте мне вот эту разницу. Речь идет о тупой трэш-токе, разбрасываются словами, и при том проигрывать, не соответствуя своим словам. Так же скажите ему, блин. Но опять-таки, а чем это отличается от ММА? Что там это не происходит? От UFC, допустим, от других каких-то тем. Но везде это бывает. Если вы как бы списываете, то надо списывать все. Скажите то же самое по поводу профессиональных боев. А если вы не говорите это по поводу профессиональных, то что вы этим любителям, что вы на них обрушились? Томсо, что ты скажешь про чеченских девушек в Ахмат-клубе? Они там дерутся и кричат, Ахмат, сила, по чеченским адатам или это? Тебе стоило бы снять отдельный ролик про это. Я, кстати, не видел чеченских девушек, которые дерутся в этом клубе. Я не встречал, по крайней мере. Я видел в этом клубе девушек, но они не чеченки. Давид Адамов. Томсо, согласен ли ты с мнением касаемо того, что Северный Кавказ и в большей мере конкретно Чечня является буквально самым ярким регионом в плане сохранения института семьи в РФ или это миф? Ну, я думаю, это факт. Все-таки как-то общество у нас такое консервативное, в большинстве случаев, на Кавказе. Конечно, на Кавказе тоже регионы друг от друга отличаются, где-то в большей степени, где-то в меньшей. Какие-то регионы коснулась русификация больше, какие-то меньше. Но в целом на Кавказе институт семьи, он, конечно, сохранился и сохраняется сильнее. Поэтому даже по рождаемости Северный Кавказ всегда в лидерах в России. Потому что у нас люди женятся, у нас рожают, как бы семьи большие. При каких условиях ты видишь комфортное существование Чечни внутри РФ и видишь ли, является ли русский народ для чеченцев образом зла или чеченцы в своем большинстве четко делят Кремль и народ? При каких условиях ты видишь комфортное существование Чечни внутри РФ? Я бы не хотел рассуждать по поводу комфортного существования. Конечно, комфортное существование в целом, оно возможно. Но это не наша цель. То есть чеченцы не стремятся к комфортному проживанию внутри России. Это не наша цель. Мы, если выбирать, допустим, между комфортным проживанием внутри России или некомфортным, но будучи суверенным государством, мы выберем второе. То есть нашей целью не является комфорт. Нашей целью является свобода. Это очень важно. Это как бы прошито в наше ДНК, в ментальность нашего народа. А вот является ли русский народ для чеченцев образом зла или чеченцы в своем большинстве четко делят Кремль и народ? Знаешь, это требует разъяснения, потому что в целом, да, как бы русский человек издревле представлялся как враг. И я помню, мой отец... Есть вообще такой стих у Лермонтова, где есть такие... Этот стих, по-моему, называется... Я забыл, как он называется. Но там есть такие слова. Да, и дикие тех ущелья и племена, им Бог, свобода, их народ, их закон, война. Они что-то там... Короче, я забыл весь текст, но... Значит, там же есть такие слова, как... Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Лермонтов очень красноречивый был поэт, мастер слова. О чем это говорит? Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Я помню, мой отец объяснял мне эти слова, когда впервые... Я где-то в школе, по-моему, прочитал этот стих и спросил у отца, что это значит, как это в колыбели песни матерей. Отец сказал, тогда матери, когда успокаивали своих детей в колыбелях, и дети, допустим, не хотели спать, баловались, они их как бы запугивая, они говорили, русский идёт, русский идёт. На чеченском языке. И дети пугались. То есть, понимаете, русским именем пугали этих детей. Это очень важный момент. И как бы из этого получается, что русский народ для чеченцев является образом зла. Но здесь нужно... Просто очень важно понимать, что изначально, как бы, сейчас немножко поменялось положение. Сейчас мы сегодня, допустим, мы чётко можем разделить между Россией и русским. Мы понимаем, что россиянин – это не обязательно русский. А русский – это не обязательно россиянин. А раньше было не так. Раньше это была русская, российская империя, и русская империя – это были синонимы. И подразумевалось, что русский – значит россиянин. Это было вот как бы конкретно. И у нас была война именно с русскими. Это именно русские тогда пришли для того, чтобы нас оккупировать. Это русские хотели навязать нам свои законы, свои обычаи, свои правила, это они хотели нас поработить, нас покорить. То есть было вот так. Соответственно, был четкий образ, русский человек враг было конкретно. Сейчас эта ситуация изменилась, так как все-таки мир тоже изменился. Поэтому сейчас нужно, многие может быть и не разделяют до сих пор этого, но нужно научиться и разделять эти вещи. Потому что русский человек это не обязательно россиянин, а даже если он россиянин, это не обязательно, что он враг. Так, сейчас надо понимать, что Кремль, российская власть, она является врагом. И соответственно, все, что относится к российской власти, то есть ее вооруженные силы, ее полиция, да, это все для нас вражеские определения. Но в том же российском обществе, среди тех же русских людей, есть те люди, которые не то что нам не враги, а являются даже нашими союзниками, наверное, в этой борьбе. Это те же правозащитники, которые очень серьезно защищают наши права, стоят, можно сказать, на передовой вместе с нами. Поэтому здесь, конечно, обобщать таким образом нельзя. Измаил Бей, да, этот стих Лермонтова называется Измаил Бей, точно. Идики тех ущелья и племена, им бог свобода, их закон война. Они растут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Измаил Бей, да, этот стих Лермонтова называется Измаил Бей, да, этот стих Лермонтова называется Измаил Бей.